Засуха и инфляция как причина повышения цен простого покупателя не утешают. Ведь по словам челнинцев, кушать хочется всегда, а зарплаты не растут столь быстро. Проблем с ассортиментом овощей и фруктов на прилавках челнинских магазинов нет. Жители города не устраивают только цены, особенно на культуры, выращенные в Татарстане и ближайших регионах. Ну очень дорого. 60 рублей картошка, разве можно в августе месяце, август, 60 рублей картошка. Живем в таком климате, когда можно по 6 урожаев картошки снимать. Правда, в этом году катаклизмы, но это не оправдывает никаким образом. Это чисто наше планирование, наше разгильдяйство, значит, наша недальновидность наша. Мы все заняты ковидом. Безусловно, пандемия отразилась на всем, но это не оправдание, уверены челнинцы. Зарплаты существенно не меняются, а цены растут, как на дрожжах, возмущаются они. Поэтому многие делают выбор в пользу овощей и фруктов, выращенных на собственных садовых участках. У меня свое есть, я не покупаю. Ой, дорого. У меня пока свое. Покупаем по необходимости, так как на даче пока не выросла, а так все свое на даче у нас растет. В этом году на рост цен повлияла и засуха, пояснили в Министерстве сельского хозяйства республики. Хотя весной об этом даже не думали. Были дожди, полевые работы начали вовремя. В отсутствии продуктивных дождей, такая аномальная жара, она свою очень серьезную корректировку ввела. Режим ЧАЭС в республике ввели в 42 районах. У нас в Дрожжаной только район не попал, но если такая погода будет стоять, наверное, он тоже попадет. Да, вот сложности есть. По словам челнинцев, в среднем покупка в магазине продуктов на пару дней обходится в полторы тысячи рублей. Это хлеб, молоко, масло, крупы, курица, овощи и фрукты. К осени цены на картофель и другие овощи должны стабилизироваться, надеются в Министерстве сельского хозяйства республики. Площади на полях не изменились, фермеры регулярно поливают, поэтому проблем с урожаем быть не должно. Розуля Фахрудинова, Айдар Мосин, Новости Татарстана. Субтитры создавал DimaTorzok